По поводу парка я всегда пометил себе, подтолкнем, что называется, решение этого вопроса. Нам спасибо большое. Такие слова, что называется, дорогого стоят. Указ президента о создании новых особо охраняемых природных территорий был подписан еще в 2018 году. Он предполагает к 2024 создать не менее 24 новых ОПТ, в основном национальных парков. В 2019 появилось сразу пять. В Якутии, Челябинской области, Коми, Дагестане, на Дальнем Востоке в списке должен был быть и Алтайский край, но, увы, нацпарк Тогул не создали до сих пор, хотя бумаги неоднократно отправляли в Москву. Как пояснил руководитель регионального отделения ОНФ Сергей Войтюк, а Народный фронт курирует создание нацпарка, последний пакет документов должны были, наконец, принять совсем недавно. Однако снова отказ. Отрицательный отзыв со стороны Роснедр, которые отказались согласовывать на этом этапе, буквально там от 25 мая ответ, то есть предложили исключить достаточно большой участок уникального ландшафта, то есть под предлогом, что Сунайское месторождение рассыпного золота там расположено. Вот и пришлось, поясняет он, обратиться лично к президенту. Эколог Алексей Горибков поддерживает решение, по его мнению, иначе процесс не сдвинуть. В то же время другие специалисты отмечают, на фоне многих других регионов ситуация с Тогулом выглядит неплохо. Мы спросили мнение заслуженного эколога РФ Вселада Степаницкого, и вот что он ответил. Алтайскому краю, наоборот, именно везет. Сроки, в которые осуществляется эта работа, нельзя назвать затянутыми. Там огромное количество проблемных вопросов, требовавших сложных согласований, и видно, что они шаг за шагом решаются. Я думаю, что до конца года выйдет постановление правительства России о создании этого нацпарка, что в данном случае будет большим успехом. Теперь, после обещания президента, экологи тем более полны надежд. Отметим, что наряду с Тогулом к 2023 году в крае должен появиться еще один нацпарк – Горная Колывань. И, возможно, с ним тоже не обойдется без проблем. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком. Илья Кочетков, Николай Шелко.